Существует причина, по которой гимном парада гордости является песня Леди Гаги, рождённой таким. Людям в ЛГБТКЮ сообществе, видимо, нравится эта песня. А не должна. Так как дело в том, что, когда доходит дело до Q, то они не рождены такими. Да и ЛГБТКЮ также не рождены такими, полными ненависти, одержимыми разрушением и готовыми принять к себе любого увервавшего. Нет, они не родились такими. Их похитили, обработали, и теперь они принадлежат культу гордости. Парады гордости весьма сильно связаны со старыми языческими ритуалами. Это всё уходит корнями в древнее зло. Например, вот их сёстры вечного прощения. Читают молитву. Послушайте внимательно это видео. Прямо в небо! Это наш круг защиты! Это наш круг защиты! Солидарности! Солидарности! И нашего внимания! И нашего внимания! Начинаем! Начинаем! Смотрите! Смотрите! Мы собрались на востоке! Мы собрались на востоке! В деревне! В деревне! Томпкин-скуэр-парк! Томпкин-скуэр-парк! С 74-го! С 74-го! И 99-го! И 99-го! Мы призываем тверкеров, сестер! Это заклинание призыва. Главная цель демонов, а также главный инструмент сатаны — это хаос. Они хотят как можно больше бардака и в итоге насилия, ибо их собственная жизнь — боль. Слобо из-за боли, они переполнены ею. Боль является источником депрессии, нахальства и зависти. Именно из-за нее они так хотят и любят оскорбляться. Мне жаль, но мы не должны потворствовать их воле. Ни сейчас, ни раньше. Но наша вера в добро и желание помочь тем, кто страдает, были использованы против нас. Мы ведь сказали им, что делать. Молитесь, ходите в церковь, читайте Библию, ищите Христа. Поверьте хотя бы в благость Господа. Ищите Его любви. Любой, кто так поступает, никогда не будет испытывать той боли, которая руководит жизнями гордящихся. Наряду с роликом, где взрослый мужчина делает тверк перед детьми, появилось множество роликов христиан мирно проповедующих на парадах гордости. И каждый раз это смотрелось, как будто христиан бросают в яму со змеями. И, кстати, хотите знать, на кого нападают и арестовывают? Нет, не мужчину с голым задом перед детьми. В Рейдинге, Пенсильвания, есть уличный проповедник Дэймон Аткинс, который мирно протестовал против городского фестиваля гордости, держа в руках плакат «Иди и больше не греши». От Иоанна 8.11. Уже через минуту после своего появления он был арестован. Бог, не... Ну, ну все, возьми. Мы все записали. Можно я отдам рюкзак, там и вещи? И они этому аплодируют. Я поверить не могу. Господь, ведет нек... Заснял? Заснял. Да, они нам ранее уже угрожали. Я не могу поверить, что это Америка. Но, с другой стороны, надежда все еще есть. Геи и лесбиянки десятилетиями отрицали саму идею того, что гомосексуальность ведет к педофилии. Но этот Иоанн немного отличается от всех предыдущих месяцев гордости. Несколько изменилось отношение, изменилось общественное мнение. Но самое главное то, что произошло изменение отношения в самом сообществе геев и лесбиянок. Они все чаще выступают против. Мы давно говорили, что для того, чтобы изгнать зло из ЛГБТКЮ движения, изменения должны прийти изнутри. И это время настало. По всем соцсетям раздаются эти храбрые голоса. Вот ютубер Кларксон Лоусон, который выступает против захвата движения геев и лесбиянок трансгендерами. Вот пожилой мужчина во время парада тверкает в исподнем перед маленькими детьми. И это не гомофобия сказать, что гордость — это праздник дегенератов и извращенцев, а не праздник любви и толерантности, так как это так и есть. И что самое плохое, что люди, которые просто не в курсе этой темы, начинают думать, что это и есть геи, а это не так. Ребят, мне, конечно, жалко, что вам не перед кем раздеваться дома, но это все еще не дает вам права делать это публично перед детьми. И люди наезжают на меня, когда я говорю, что наше общество привилегировано. Если бы эти люди были бы натуралами, то они были мгновенно арестованы за нарушение правопорядка, но так как это парад гордости, то нам можно бегать голышом перед детьми. Хвала Богу, что кто-то об этом говорит. Я хочу еще показать вам один ролик от супер-классной FTL-лесбиянки с очень важным предостережением для родителей, которые приводят своих детей на гордость. Эти люди говорят все, даже не притворяясь. Есть веская причина, по которой они призывают детей приходить на гордость. И не дайте себя провести, даже если они привязывают бантик и называют это «миленьким». Это вовсе не так. Это просто означает, что они пойдут на все, чтобы добраться до ваших детей. Я считаю, что Америке пора уже проснуться, а родители, которые приводят своих детей на парад гордости, позор вам, позор вам. Ведь эти дети нуждаются в вашей защите, а вы им ее не даете. Вы больше волнуетесь о своей инклюзивности, чем о своих детях. Но надеюсь, что ваш день будет супер-классным. Это все придает мне надежду. Если существует организация, которая воплощает эти идеи, то это геи против растлителей. Хотите подтверждение того, что они на правильной стороне истории? Википедия описывает их как, цитата, «американская праворадикальная анти-ЛГБТ организация», известная своей компанией против смены пола у детей и протестующая перед медучреждениями, которые этим занимаются. Также выступают против ЛГБТ-тематики в школах и критикуют школьные мероприятия с Дракуин. Вот как они отреагировали на парад гордости в Нью-Йорк-Сити. Цитата. «Вот еще один парад гордости, показывающий еще больше обнаженки, извращений и безобразий. Некоторые СМИ показали весь тот ужас, который там творится. Но мы не хотим вас излишне шокировать, так что даже не будем описывать всю отвратность этого представления. Видимо, из-за евангелизма и природной доброты некоторые христиане не решаются вслух высказываться против этих извращений. Они, возможно, и не поддерживают все это, но они и не порицают это, несмотря на то, что люди замечают эту нерешительность, и она отталкивает их еще дальше от Христа. Однако, добрыми намерениями... Пусть и с добрыми намерениями... Это апатия, и нейтральность не соответствуют Библии. Вот еще один ролик, показывающий то, как нам нужно себя вести. В нем молодой человек проповедует толпе. Посреди проповеди они начали плескать в него какой-то жидкостью. Обратите внимание на его ответ. Библия говорит Коринфянам 5.17 Ибо кто во Христе, тот новое творение, то, что было, ушло, и все теперь новое. Так что Он новое творение, и вы можете обновиться. Вы можете обновиться. И Библия говорит, блаженны те, кого хулят и преследуют за имя Мое. Иисус сказал, блаженны вы, и возрадуйтесь, ибо ваше Царствие Небесное. Когда преследуют вас и говорят всякое зло за имя Мое, тем больше ваша награда будет на небесах. Я так люблю Иисуса, что вы можете подойти и плюнуть мне в лицо. Можете ударить меня, можете сотворить со мной всякое зло. И я не отвечу обратно, ибо люблю Господа нашего всем сердцем. Наша задача, как христиан, это не потворствовать злу. Да, все верно, не суди. Но и не закрывай глаза. Сатана любит гордость, все виды гордости. В притчах 16.5 сказано, мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Празднование гордости — это победа зла, победа сатаны. Так что лучшим оружием против сатаны, против зла, является противоположность гордости, смиренность. Как писал Петр, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова